всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание сегодня я как обычно расскажу вам что я связала что вижу что купила какие у меня планы также расскажу вам как продвигается моя эпопея в поисках подходящие или пряжи летние которые мне понравятся и начать свое видео я хочу с того что сказать большое большое спасибо всем кто комментирует мои мои видео все кто пишет мне столько добрых слов пожеланий и также я хочу вас поблагодарить за то что вы такие понимающие зрители то что вы понимаете что у меня маленький ребенок и я не всегда могу найти время чтобы ответить но прочитав сегодня комментарии я просто они меня настолько порадовали вдохновили что я решила что раз в неделю я буду выделять какой-то вечер когда я буду которые будут тратить именно на то чтобы ответить на все ваши комментарии в youtube там в контакте в instagram в общем везде спасибо вам еще раз огромное и так начнем значит для начала начнем с летней пряжи в общем я не устану наверное никогда повторять что я не любитель летней пряжи и летом я вижу шерсть совершенно спокойно вот но тут я подумала вдруг я просто не нашла еще свою пряжу и решила немножко этим заняться обычно я даже вот магазин где я например покупают дроп стоят там частенько делаю какие-то маленькие видео в instagram там хлопок он вообще находится отдельно это такие стеллажи отдельные я туда даже вообще не захожу я даже не знаю что там есть и я решила в общем исправиться и как бы окунулась в мир летней пряжи значит начнем с того что я уже показывала и что вы уже у меня видели это значит хлопок стопроцентный который я купила уже больше года назад я его привезла с испании но хлопок это португальские производства португалия вот он такой очень толстенький значит но не суть его много раз показывала и я вам по моему показывала уже да что я начала вязать топ в общем этот топ он уже такой замученный даже видно что он уже ниточка уже замученная потому что я распускала миллион раз значит что мне не нравится мне не нравится как вот этот толстущий хлопок вот я дошла уже до лифа да и тут надо вывязывать как бы лямки вот и в общем когда начинаешь убавки делать это выглядит настолько грубо и прям так бросается в глаза мне ужасно не нравится я в общем крутила вертела пробовала по-разному и понятно да что на хлопке в это вообще никак не поможет в общем не исправит ничего в общем я просто вязала распускала вязала и ну в конце концов я поняла но мне это не нравится и зачем я мучаюсь в общем это надо распустить все но пряжи я дам еще один шанс и в этот раз но как бы вот убавки мне не нравится да как выглядят вот тут чуть-чуть видно грубо они как-то смотрятся мне не нравится значит если убавки мне не нравится остается еще один вариант прибавки то есть я постараюсь связать топ сверху вниз не топ майку сверху вниз то есть тут но соответственно нужно будет делать не убавки а наоборот прибавки так что да еще один шанс я этой пряжи да посмотрим что получится пока что мне категорически не нравится вот дальше я в instagram показывала что я вязала майку из пряжи дропс баму лин это 50 на 50 лен и хлопок очень красивого вот такого цвета сырой лен и вот как выглядит эта майка сейчас да в общем я я что сделал я связала полностью я спрятала кончики а вот в этой пряжи это вообще нелегко кстати делать я постирала примерила и поняла что я не буду это носить это какая-то кольчуга я не знаю мне даже казалось что она как-то позвякивает в общем это какая-то проволока жуть у меня здесь 200 грамм этой пряжи и у меня тоже не дам шанс но это будет не одежда оставлю это интригой просто не знаю вообще получится у меня или нет хоть что-нибудь из нее но да я все-таки дам ей еще один шанс потому что мне очень очень нравится этот цвет так дальше дальше я в общем расстроилась я пошла по нашим магазинам и что я увидела что летний пряжи у нас вообще нет то есть ассортимент настолько скудный то есть есть хлопок разной толщины но палитра там по-честному вырви глаз и есть вискоза ну то есть всякие там вариации хлопок вискоза да но вискоза мне они нравятся вообще ну то есть это вот этот блеск я не знаю вот и все то есть больше нет ничего как будто другой травы они не знают да уж меня была очень расстроена но заказывать летнюю пряжу откуда-то платить за доставку у меня просто рука не поднимется и даже шерсть не заказываю практически да что говорить уже летней пряжи и значит я пошла по нашим магазинам и значит ну на вид она вид она у нас везде она у нас и в продуктовых магазинах ночью везде им была скидка по 2 евро за моток продавалась вот это вот пряжа это на витаму а это полухлопок то есть 50 процентов хлопок 50 акрил 100 грамм 190 метров вот мне она на ощупь понравился на не блестит что мне тоже очень понравилось и на ощупь она очень очень приятно и цена да мне понравилось значит я купила вот этот желтый цвет и голубой то есть палитра там такая довольно не для взрослых катка детская палитра то есть вот ну я взяла ну понятно надет на детские вещи чтобы что-то попробовать маленькая и вот из этой вот желтенькой я связала чисто так вот на пробу вот такой вот летний чепчик узорчик этот мне подкинула алина с канала алина вяжет то есть я но я у нее спросила что как может быть кто-то знает ажурчик который бы подошел для мальчиком не посмотрите какой нам отличный узор очень очень простой и вот именно в шапочку он лег просто просто суперски вот ну так же я здесь так ну баловалась как бы то сделала вот этот край зубчиком также чтобы хоть как-то разнообразить чепчики я здесь обработала вот этот вот срез я обработала айкордом в общем конечно вряд ли сын будет это носить как бы все равно все таки больше девчачек какая-то такая вещь но просто мне хотелось попробовать именно этот хлопок вот и что я могу сказать что вот эта ниточка мне понравилось да там много акрила синтетика но мне понравилось вязать и мне понравилось как она выглядит и как она после стирки вообще красивая ну не знаю мне все понравилось пока что но цвета да то есть на себе я это ничего не видела никакую вещь такого цвета вот у меня был еще моток такой голубой и я уже рискнула связать что-то побольше детская и у меня связался вот такой вот вот такой вот комбинзончик летний который называется странным русским словом песочник вот я не знаю почему так называется но вот так вот я вязала вот эту модель я вязала уже много-много раз в подарок там деткам вот это описание я нашла на сайте парижанка точка инфо я могу оставить внизу эту ссылку на описание в общем он очень классный я связала на размер по моему год 12 месяцев но он нам сейчас уже можно выносить он так свободненько здесь но все равно здесь я пришила вот такие вот большие кнопки и ну долго думала я да что сюда может быть вышить что-то или что там но не знаю в общем у нас было были скидки на вот эти вот штуки как они называются но это наклейки термонаклейки значит специально для текстиля до фирмы прим и у нас были на них скидки конечно я пришла наверное поздно потому что остались такие так себе там машинки какие-то динозаврики в общем таки не очень вот но вот это единственное такое что более-менее мне как-то приглянулась вот и по цвету на желтый голубой это как бы беспроигрышный вариант в детских вещах вот значит сюда у меня ушел моток 100 грамм обвязала я там в описании надо вязать планки потом их прислать очень там замудрена так но я всегда сколько я вязала эту модель я всегда обвязывала крючком кстати это вяжется по отдельности то есть вот это перед отдельно спинка отдельно и потом вот здесь вот сшивается кажется очень быстро и так миленько смотрится мы это еще не носили потому что у нас уже неделю довольно таки прохладным вот так вот вот так в комплекте тоже неплохо так значит вот что я хотела сказать а это я уже перешла готовым работам так себе ненавязчиво так потом я вспомнила что мне аня паул в прошлом летом когда мы с ней встречались в таллине она мне дарила маленький такой моточек хлопковой пряжи и я значит порылась в своих запасах и нашла этот моточек и опять у меня связался чепчик но не могу они мне так нравится они мне так нравится как они на ребенке сидят в общем они мне нравятся вот связала простеньким с такими дырочками ну как вентиляция вот кстати сейчас у нас температура где-то плюс 15 всего и вот такие вот чепчики очень даже неплохо по погоде вот тут тоже все обработала и кордом этот срез в общем у меня тут ушло 30 грамм на обхват головы 45 сантиметров вот и значит после того как я это постирала я честно говоря я трогаю я не верю что это хлопок этикетку я конечно выкинула хотя она была такая красивая в общем я не верю что это хлопок это похоже больше на меринос вот серьезно вот то есть вот этот такой похлопок мне бы тоже понравился но конечно же у нас его навряд ли я смогу где-то достать а заказывать просто я не хочу вот но очень классный получился чепчик и цвет очень хороший вот и мы сейчас его будем носить пока опять не потеплеет вот значит чепчики дальше у нас похолодало вот буквально на днях у нас был вообще шторм там штормовое предупреждение ветер там не знаю ветки летали вот было в общем очень холодно и я значит решила еще один головной убор ребенку связать но уже потеплее из мериноса и связалась вот такая вот шапочка тыковка это связала за два часа вчера я просто не хотела что-то такое большое начинать все равно начала вот потому что надо я достала спицы достала моток это дробь сбег мирина и значит ушло у меня сюда 70 грамм и два часа спицы номер четыре вот и это да она малыша подойдет где-то шесть семь восемь месяцев вот она так хорошо растягивается резиночка 2 на 2 смотрится очень смешно вот но это я значит взяла вчера но сегодня уже как-то потеплело очень пусть будет на всякий случай если вдруг опять будет холодным как я уже много раз говорила июнь у нас обычно очень холодный что мы ходим в куртках вот вот такой вот очень хороший цвет для мальчика и тимура очень идет у него голубые глаза так значит шапки шапки дальше бирки значит я его на себя не одела потому что я вставлю фотографии да значит я уже в instagram в нем эфир у меня был и но многие уже видели как он на мне смотрится вот в общем я я его вот как похолодало очень-очень и очень активно ношу он уже у меня стира у меня уже тут кое-где поздно я в стиральной машине у меня уже кое-где повылазили этим не так кончики кончики плохо запрятала он тут кончик один вылез вот в общем что хочу сказать мне он очень нравится мне очень нравится что он получился такой свободный меденос наверное потянулся значит не наверное конечно же он потянулся потому что весит он целый килограмм у меня спрашивали сколько пряжи ушло вот я только что его взвесила он весит килограмм вот и у меня конечно же осталось очень много остатков вот этих вот цветных да это пряжа мире дропс мирина экстра файн вот вот этих вот цветных у меня большие запасы остались да вот этот серый весь и связался и вот этот серый мне очень очень нравится мне очень нравится как он мне к лицу и я решила что я хочу вот такого вот цвета себе шаль платок треугольную связать обязательно вот вот чтобы вот этот цвет вокруг ближе к лицу был да там обмотать его вот значит пряжи конечно же очень мягкая летом просто очень приятно в ней ходить она ничего там не колет в ней не жарко а значит вязала я все полностью по описанию значит этот резинка на спицах три с половиной основное полотно на спицах номер четыре и там где жаккард на четыре с половиной и ушел у меня килограмм то есть тут все я вязала как по описанию а нет рукава рукава я сделала короче да вот и здесь вот как там в описании разрезы и все дела вот в общем что могу сказать да он у меня такая сейчас рабочая лошадка я естественно я ношу его и на улице и дома и там одела например леггинсы или какие-то джинсики белые синие кроссовки кстати да я заметила что у меня ярко синие кроссовки такого цвета и они тоже очень подходят вот так же иногда там накидываю его дома когда становится чувствую что как-то прохладно вот в общем он мне очень очень нравится да конечно это была не самая умная идея вязать в три нити из мире носа да потому что как я говорила тут потянулись петельки вот где жаккард а изнанку меня там миллион раз просили показать мою изнанку как и говорила в эфире я это мой какой третий по моему жаккардовый свитер и я никогда в жизни не училась делать жаккард то есть скорее всего мне надо все таки где-то купить какой-то мастер-класс урок там по жаккарду и все таки посмотреть как правильно вообще его вязать то есть я вам вижу вот как я просто как я понимаю да вот поменять цвета так и вижу вот то есть а как там это все правильно делается я понять не имею вот если вы знаете у кого-то какой-то онлайн курс можно приобрести и вы им остались довольны то можете мне посоветовать порекомендовать кого-то вот значит биркин готов связался быстро довольно таки но особенно кокетка вообще быстро связалась а он вяжется сверху вниз поэтому самое интересное там самом начале а потом уже так так себя вот и последнее мое готовое изделие она на мне она только что высохла и я его еще не успела там сфотографировать до чтобы показать на себе это кардиган 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 называется кардиган такое не замысловатое название очень много петель автор этого описания маргарита терехова описание платная я на него давно если честно смотрела он меня привлек своей простотой вот в оригинале он вяжется из drops air но как понимаете летом как-то не хочется пути более у нас жарко было в общем не хотелось ничего волосатого вязать вот я даже свой свитер из газа рок-н-ролл сейчас не вижу потому что он вот это вот пушистая до прилипают к рукам руки влажные но не очень и поэтому я решил я еще успела на скидке да то есть я это по дешевке купила эту пряжу и я решила связать из drops big merino очень классный цвет я давно думала что из него можно связать себе этот цвет номер двенадцать я вязала полностью по описанию маргариты потому что но это моя первая вещь первая вещь от этого дизайнера именно я как бы не знаю что ну что как вот и поэтому все вязала как она говорит но повторюсь да что она вязала из drops air то есть у нее окончательные размеры изделия другие нежели у меня потому что я вязала на крупных спицах это все-таки меринос стопроцентный да здесь в 50 граммах 75 метров рекомендуют спицы номер пять но чтобы стопроцентный меринос не растягивался всегда надо вязать на спицах меньшего размера то есть если например здесь рекомендуют 5 то вообще по хорошему надо вязать на четверке а я вязала как и рекомендована на пятерке постирала в стиральной машине и он у меня потянулся но это очень-очень нравится он по длине очень хорошо сел рукав хороший вот в общем я скорее всего ну сейчас у меня такой план что к осени связать уже теплую версию то есть из эйра или sky ну может даже из клауда если найду клауд вот в общем но уже буду отталкиваться не от описания а вот от длины и размеров вот этого вот готового изделия потому что повторюсь что вот такая вот форма и размер мне очень нравится вот я сегодня ношу целый день не снимаю просто не было никого кто бы меня смог сфотографировать все разбежались тимур вот вырастет будет меня так похвасталась так сюда у меня ушло ровно 600 грамм то есть 12 мотков по 50 грамм как я смотрела значит у маргариты там написано что вот не буду там врать дословно да ну то есть вот надо 350 грамм эйра смотришь сколько в эйре 350 граммах drops air сколько метров из но уже потом рассчитываешь сколько метров вот любой другой пряжи нужно на это изделие и у меня так вот сошлось то есть я купила 12 мотков ну ладно я купила 14 но 2 я купила на для другого в общем для другого изделия а вот на этот конкретный кардиган я купила 12 мотков по скидке то есть меня этот кардиган встал вообще что-то очень дешево 23 евро или что такое то есть над где вы купите да такую вещь стопроцентный меринос такой пухленький за 23 евро вот значит все это все по готовым работам не очень густо но это из-за того что я вот с этими блин летними пряжами столько на них я недели две точно потеряла на на них распускала вязала распускала так ладно теперь о моих процессах их всего два на сегодня но скоро будет больше так я значит устав от хлопков я схватила альпаку до из крайности в крайность не кидает но ладно это альпака непростая это альпака шелком поэтому она не такая уж прямо горячая обжигающие это кто у меня смотрит давно в эти матки несчастные уже видели миллион раз в общем это drops baby альпака сил к у нас тут 70 грамм 70 процентов baby альпака 30 процентов шелка цвет очень классный 69 35 так здесь у нас в 50 граммах 167 метров рекомендуют спицы три с половиной и я всегда вязала на три с половиной и вижу и сейчас в прошлом видео да наверное в позапрошлом я показывала вам готовый кардиган дон шуй дон шуй дон шуй по моему называется который я вязала по платному описанию которое я купила из софт донни гол твит розовый и я вам говорила что я хочу повторить этот кардиган но уже из другой пряжи и вот значит я начала уже связала кокетку разделила уже на тело рукава и пошла вязать вяжется он есть честно очень быстро да я повторюсь вот из-за этого узора он не дает заскучать задремать то есть там надо всегда быть начеку вот надеюсь что ну смысле надеюсь я знаю что это пряжа очень хорошо блокируется она очень такая податливая и я жду не дождусь когда я смогу заблокировать хорошенько этот узор и посмотреть как он будет уже выглядеть потому что но на софт донни гол твит да у меня это сделать не получилось во первых там надо было блокировать не только кокетку но и рукава потому что блин софт донни гол твит косит так сильно что девочки у меня рукава были так вот в виде вот таких вот спиралей ужас то есть мне приходилось до блокировать вот это вот вот этот ажур блокировать рукава чтобы хоть как-то выпрямить там ужас вот значит ну хорошая пряжа хороший цвет вяжу сейчас и и потому что я вам говорил я вязала зимой я вам говорила что очень темно и она очень темная и я как-то уставала от нее глаза уставали а сейчас лето светло вяжу и мне очень очень нравится нитка очень хорошая кто не пробовал попробуйте особенно там на всякие шали она отлично просто так и второй мой и последний процесс из процессов его я начала только пару часов назад у меня была кофе пауза вязать нечего было и я его начала так тут уже можно немножко рассказать о покупках значит все же продолжаю же искать до свою пряжу летнюю и так как мне понравился на виду полухлопок я решила заглянуть посмотреть что у них там еще есть у на вид и из летнего ассортимента и значит нашла тоже полухлопок на вид лайн и так вот он выглядит это у нас 50 на 50 хлопок с акрилом в 100 граммах 235 метров рекомендуют спицы номер 4 и вот такой вот интересный цвет я я бы это не купила но я вчера была когда в магазине пряжи там был образец то есть без образца я бы подумала что это какая-нибудь там полосатая знаете секционка или что-то такое оказалось нет там висел образец с синей пряжи и это было так красиво это как какие-то день знаю скорее меланша не секционка да это какой-то акварель с водой разводы такие в общем очень красиво и я уже сегодня начала это горловина несчастная ну тут я вязала до всего пару часов это значит горловина и вот так вот это пряжа ложится ну пока на маленьком кусочке плохо видно здесь набор на временный набор то есть я уже провязала все что нужно было провязать сейчас я с вами поболтаю и значит открою вот эти петли сложу это на пополам и будет такая двойная горловина в общем я вижу опять по платному описанию как он там называется сейчас и не помню что за там баллон сливс или нет в общем ну значит это такой джемпер с такими вот рукавами вот и он вяжется лицевой гладью поэтому я почему-то подумала и решила что вот такой вот цвет будет очень даже интересен в этой модели выглядеть ну посмотрим значит вижу вот только начала но надеюсь ничего там сложного нету он вяжется сверху вниз вот вот это мой второй последний процесс так теперь по покупкам так что у меня тут есть в основном шерсть не в основном а шерсть то значит вот у меня тут 10 мотков такого вот дропс big merino это у нас цвет 02 такой вот меланжевый серый из него я буду вязать тимуру комбинзон кто подписан на ксению маликову в инстаграм то вы наверное видели что у нее недавно вышло описание майбани это такой комбинзон за с зайчими ушками в общем очень прикольный значит в оригинале он опять же вяжется из drops air и тоненькой ниточки мериноса но не хочу сейчас вязать из чего-то пушистого и поэтому я решила купить толстый меринос и вязать из него будет у меня вот такой вот серенький зайчик так и вот вот это то что я покупала два моточка дополнительных я хочу связать одной малюсенькой девчуле в подарок чепчик на осень то есть она родилась есть два месяца значит но сентябрь октябрь ей будет 5 6 месяцев и вот я и хочу связать чепчик не могу остановиться вязать чепчики вот но это будет чепчик но каким-нибудь другим узором в общем не ажур точно потому что на осень но в общем что-нибудь придумаю на цвет мне я просто в восторге от этого цвета и последнее это опять же drops big merino что-то я на него подсела он такой приятный вообще мире нос конечно же он приятный не лица очень мягкий значит это у нас цвет 19 он с какой-то стороны он выглядит как бежевая с какой-то стороны как розовый но чем интересный цвет из него у меня будет кардиган своеобразным вырезом с пышными рукавами не знаю как называется но тоже по платному мастер-классу также я мечтаю съездить возможно даже уже на этих выходных у меня выдастся минутка съездите купить пряжу вот такого цвета вот такого чтобы связать себе быстренько платок шаль треугольную вот но уж очень-очень я хочу вот такого вот цвета себе что-то к лицу все да вот этой вот пряжа я купила опять 600 грамм 12 мотков все больше нечего рассказать все новости я выболтала ведь за четыре недели наболтал то всего на 30 минут рассказать толком нечего вот значит какие какой у меня план значит сейчас я буду вязать из этого полухлопка розовенького очень уж он классный и мягкие вязать приятно вот но не думаю что он будет долго вязаться потому что вот горловина вяжется на три с половиной а дальше тело и дальше на спицах номер 4 то есть довольно таки крупные спицы вот в общем в принципе план быстренько связать его в перерывах там или когда захочется альпаки тогда вязать этот дропс бэби альпака силк вот ну и конечно же но вот этот вот что я задумала из него там два часа максимум вяжется да а вот этот вот голубенький и куда я его уже вот этот его надо для начала распустить и потом набрать уже сверху то есть лямки набираются по кругу там и прибавление пошли вот может быть хоть так он мне понравится не знаю но все-таки прибавки они как-то да по более плавно выглядят чем убавки вот ну посмотрим вот и все мои новости все мои планы спасибо что были со мной надеюсь было интересно и до скорых новых встреч всем пока пока